И он может быть причиной высвобождения нас из этого мира. Как ключ. Одним и тем же ключом можно либо закрыть дверь, либо открыть дверь, смотря в какую сторону его повернуть. И то же самое с нашим умом. Если мы свой ум поворачиваем намеренно к Харикадхиа Кварищнава, то будет высвобождение из этого мира. А если мы этот ключ отворачиваем от этого, то будет порабощение, увеличение материальных привязанностей. Сейчас он говорит, о Мадах, не обязательно ваша mind always keep in the Baisnavas, Sādhu. И always keep in the Sādhu, Baisnavas, you know. They are always Sādhu. They are nature. What is the nature of Sādhu? Lord, he tells you, this is the nature of this Sādhu. And they are many ananna bhāvena vakti bhāvan yīveti dhā. That nature is the always, you know, one paited. You know, they are only there worship to me. Matkatha, matkatha, chinta, vadaherte, spara, spara, katha, yanti, maam, nityam, tu, santi, jaram, nityam. Their life and soul is the only there. They are talking only about me, discussing about me. You know, always, always, they are doing Sādhu to me. They are all activities only for me, nothing else. Completely they are observed to my pastor and my katha, my Sādhu, my bhāvan. This is the quality of my devotion. And then, as the Lord Kapilatov asks, Please, dear mother, always, I always leave your heart on vāyishnav. What is vāyishnav? And he speaks to this. У вайшнавов есть главное качество, они полностью устремлены своими помыслами обо мне, на меня. Все, что они делают, они делают для меня. Что они не думают, они думают обо мне. Мадгата, Мачита, Мадгата, Мачита, Прана. Когда они встречаются, они говорят только обо мне. И от этого черпают огромное блаженство. Семена, Мачита, Прана. Матхадзиусы тоже ответил вопросом. О, мя сор, ты председатель, ты говоришь, о. Мадгата, я тебе говорю о, ма Euс, на боже, я говорю, о, ма Ну, я говорю, о, ма Удовите, да? Да, я говорю, как ты понимаешь, о, ма Удовите, да? Несприйно, я говорю, какое-то сексе о, ма Удовите, да? Как ты понимаешь, о, ма Удовите, да? И then the Lord also told him What is the quality of this Debatt? 他 told him What is the 26th quality of this Debatt. Тел him The first quality is What is the quality? The first quality is Kripalu. They are so merciful person. They are always suffering this material. Так что они очень, очень благословны, они не могут избавиться от этой стрессы. Так что эти первые качества — это Крипал. Так что они Крипал, они бесконечно милосердные. Так что мы говорим о том, что здесь 26 качеств этого Сааду. Так что мы говорим о том, что это много, много качеств этого Саада. Так что это очень важная ситуация — это лично, но Не может отчезать Крипал в вашем Бхайджоне, но не может отчезать его Бхайджоне. Вы должны очень, очень это здоровать! рассказывает во имя Бхалаши, идет в течение дня дня, это жизнь — «Сатланчана, Шатаганчана, Шатаганчана». Если в вашей жизни появится много проблем, после всего, вы никогда не оставили, никогда не оставили вас, никогда не оставили Ваишнавы, никогда не оставили Кришнабхати. Вы пытались развивать ваше сознание к Кришнабхати. Они никогда не оставляют свои бхаджи. И Махарача объясняет, что когда Ашила Бхаттаситам Срасади Прохопада уходил из этого мира, то это вам тоже давало свои главные наставления, в которых объясняло то, что что бы с вами в будущем не происходило, какие бы трудности не приходили к вам, не оставляйте никогда ни Святое Имя, ни общения с Ваишнавами. Оставайтесь всегда с ними, и только это будет спасением. Вы можете посмотреть на это, на жизнь Хардаш-Тхагура. Его имя Хардаш-Тхагура. Всего дня он читает три-три-лак-валины. Всего дня, один-лак-валины, он читает очень громко. Тихо-容ны, Кришна Кришна Кришна-хри Ле ня И один лаг чает очень громко. И один лаг чает только, если он может слушать это, и один лаг чает, это это маянгленно. Как вы видите, каждый день он чает, и три лага, и каждый день он чает. Он повторял триста тысяч святых имен. Первые сто тысяч имен он повторял очень громко, чтобы вслышали все вокруг. Махарач попавил��� м Templ contents, ты постуял и вывержどう-в cylind Canter , и otros 100 тысяч Bike ده . Вторые сто тысяч имен он повторял только так, чтобы слышал только Он своими ушами. И третие сто тысяч имен он повторял уже умеем. Поэтому, если вы чаетесь громко, то вы будете больше внимания. Когда он чаетесь громко, какие-то мусульмам задают вопрос, «О, Харько Астапур, я слышу, вы не делаете бхазан, вы не делаете милицию». Почему вы чаетесь громко? Он хочет сказать, «О, я очень хорошо, я очень хорошо, что я знаю, что я знаю». Он говорит, «Ну, это не мой район, это не мой район». Это район. Он спросил, «В общем, она делает работу», и он нерушает свою жизнь. В то время, если у людей не было много, он ненавидит свою жизнь, и он занимает второе общество, и он будет существенной, и он выступает на доме. Думала, «О, Харько Бхут хрил, Но это делает тупо более стоящей, которое его не грозит. Но оно здорово, звук, звук, градусов, Они не могут упомянуть этот святой имя. Только люди упомянули свой имя. Когда они слушают, они также становятся более внимательными. Ты хочешь всем показать, что ты великий и преданный, так громко повторяешь. Я включила Wi-Fi. И тогда Айшила Харидаса ответил, нет. Он говорит, ну ты представь. Один человек зарабатывает деньги и тратит их на себя. А другой человек зарабатывает деньги и тратит на свою семью. Кто из них выше? Мусиман говорит, конечно, тот, который содержит свою семью. И когда Айшила Харидаса объясняет, ну вот точно так же и с баджаном. А тот, кто повторяет имя про себя или молча, или тихо, тот только для себя старается. А тот, кто повторяет громко, тот, кто помогает всем. И когда Айшила Харидаса, этот мусульман, потому что Айшила Харидаси говорит. У später 감사했어, понимает. Он говорит, что они, когда Айша подогревали своих sah áхимахмups, но они г hören,ふусament не такое, поэтому оно усего, как вы Trustees of course и breed. Но Харидас Thakura сказал, «Если я не могу, но я не могу, я не могу это назвать». Тогда пытаюсь, чтобы два марка бить его. Но когда бить его, он был член, «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе». «Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе». «Then himself, the Lord came, and he brought the Sudarsman Chakra, and killed this old Muslim. But at that time, Haridās Thakura prayed for them, «You Prabhu, they don't know anything, they are a foolish person, you forgive to them, you know, offence, you forgive them, you know? Then, Lord, you know, one bath, put this with a bath. So all, they are beating everything, and they can do that, you should please take this thing. Then, Muslims wanted to kill them, and said that you don't have your own religious needs, not on yourself yourself, but on that you are doing some kind of religion, И нам это не нравится, ты должен от неё отказаться, иначе мы просто убьём тебя. И тогда Шелхарадастаку ответил, даже если вы меня поражете, всё моё тело поражете на кусочки, я всё равно не перестану повторять святое имя. И тогда царь велел, губернатор велел избить его до смерти на 22 торговых площадях. И когда избивали Шелхарадастакура, то Шелхарадастакура ещё громче повторял на благо этим людям. Гарей Кришна, Гарей Кришна, Кришна, Гарей Раму, Гарей Раму, Гарей Раму, Гарей Раму, Гарей Раму. Судашина чакра уже ждала для того, чтобы полностью убить, расправиться с этими злодеями, которые дотрагивались до тела. Шелхарадастакур, но Шелхарадастакур просил её, умолял, чтобы она этого не делала. Они ничего не понимают, говорят они, они совершенно глупы, пожалуйста, прости их. И тогда Господь сам на себя принимал удары, предназначенные для Шелхарадастакура, на свою спину. Да, это, это, знаете, это, знаете, как этот Пралхат Махарад. Его папа, который был в бхажан, его папа, который, в многом случае, он хотел убить его, в многом случае. Но Пралхат Махарад не оставил этого бхажана, да, не оставил. Это деда, это деда, это деда, это качество этого садха. Садха, первая качество, это дитик саба. Он имеет много деда, это качество садха. Мы видим в жизни Праглады Махараджа, которому так много пришлось вытерпеть, когда он совершал свою баджу. Но он все равно продолжал свою баджу и повторял Святое имя. И вы также пытаетесь. Вы приходите в духовную жизнь, вы посмотрите на этот материал. Если вы идете в плохую дорогу, смотри, пить, гламплив, делаете любую работу, в любом случае, но вы приходите в духовную жизнь, чути на Господь, кандид, 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 и все, и все, что-то сделает. Вы пытаетесь показать, что выogeneно потому, что вы думаете, что вы думаете? Заедите в пить, заедите в пить, заедите в пить, застает в сене кандид, и на бардане, здесь этот материал, это то, самое страшное. Все, с каждым, вы поймите по себе, с каждым, кто-то, никто не говорит о тебе. И Магарати говорит, вы тоже так стараетесь, чтобы ваш баджин был именно такой. Вы находитесь в материальном мире, а в материальном мире это не приветствуется, баджин. Он говорит, вас никто не будет останавливать человека, если он будет развлекаться на полную катушку, если он будет ходить в азартные игры, если он будет ходить в ночные клубы или пить, курить. То есть общество не будет ничего делать с таким человеком. Но если кто-то вдруг додумается надеть на себя кантемалы, будет ходить с чётками, повторять Святое Имя, всё общество будет ополчаться на такого человека, такова природа этого материального мира, где мы находимся. И Магарати говорит, будьте сильными и продолжайте свою баджин. Что-то, да? Да. Да. Поэтому, а также он говорит, кто-то определяет эту жизнь в структуальном мире. Они пытаются, все они пытаются, все они говорят, как Россия, они говорят, где мяс и мяс, и мяс, и мяс, и мяс, и всё много. Но, а также, они не знают, как они пытаются протестирую свою жизнь. Они не знают, как они пытаются Продолжение следует... 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 called Hrvats Pay습니다. Так что почему вы Вы берете бау, очень приятно, но когда мы приходим к Бабу, мы приходили, что мама, братья, сестры, очень любопытно, мы забыли все. Поэтому садху, почему они приходят? Они были дарены, что вы говорите, что вы говорите о мать-мать, что вы говорите? Почему мы не забыли? Поэтому садху, они было просвещено, что мы делаем бау и что мы делаем. Итак, продолжают описывать качества Ваишнавов. Когда Гаргачарья приходит в дом Нанды Бабы, Нанды Баба встречает его со словами «Махат Вачаланавнирнам Гргина Дейна Четасам». Он говорит, что когда Ваишнавы приходят, они приходят не для того, чтобы получить что-то. Они приходят для того, чтобы дать что-то. Что же они приходят дать? Шири Лабактюна Таку в своей песне «Джив-джагу-джив-джагу» описывает, что они приходят дать. Этому пример показывал Гаура Чандра. Он говорил, просыпайтесь, Дживы, просыпайтесь уже, вы совсем позабыли, что вы обещали мне. То есть каждый ребёнок в чреве матери находится на одной из адских планет, говорит Махарач. Говорит, когда ребёнок находится в чреве матери, это является пребыванием на адской планете. Потому что то, что он тогда в тот момент испытывает, оно полностью соответствует условиям адской планеты, когда он находится в вонючей, зловонной жидкости, в горячем, с испражнениями, с мочой, с кровью, с паразитами. Ему приходится там находиться 9 месяцев. Махарач говорит, заметьте, в какой позе он там находится. Все младенцы находятся в молитвенной позе. Почему? Потому что они все там прекрасно видят своё состояние, они ещё вне этой иллюзии. И каждый от мук, которые он испытывает, обещает… Махарач говорит, они в Индии, они когда клянутся, они держат себя за уши. Вот так типа «клянусь, клянусь». Говорит, они как каждый ребёнок, он там клянётся перед Господом, потому что если он вызволит его из этого ада, он больше не пойдёт в мир. То есть он больше не будет развивать материальные привязанности, он будет только лишь совершать бхаджан, только лишь повторять святое имя. Ареи Кришна, Ареи Кришна, 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 Ареи, 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 Рама, Ареи, Рама, 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 Ареи, Ареи. Но потом, когда его выбрасывает, и когда он оказывается беспомощный в руках родителей, родственников, он полностью забывает о своём обещании. И чтобы напоминать ему, каждый раз приходит Ваш навы и говорит, «Просыпайся! Просыпайся! Вставай уже! Ведь Ты обещал!» Да. Так что, в правом праве сказано, что «О, Матерь, международно-другвы я также даю какие-то упоминания к этой семье, ório fallen, проявится». Но из этого's традициях, temper keeps болом. Но над заним²inden не любят болом весь. Два – она меняет, держа в этом году, когда он меняет цвета, когда он меняет цветы, я всегда имела цвета. Но когда я говорю, что вот тут я покажу, что вот здесь, это мой первый warning. Когда он меняет цвет, когда он меняет цвет, это означает, что древний. Когда ты выйдешь в т. из этогоloadа, оставил этот материал, счастливо, когда ты упал, одна – sponge. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом Господь говорит, я второе тебе сигнал дам, когда я у тебя заберу зрение, буду постепенно забирать зрение, ты перестанешь видеть хорошо. Но человек что делает обычно? Он обычно берет хорошие линзы или хорошие очки и остается молодым при этом. Говорит, третий звоночек будет, когда я буду выбивать тебе зубы, говорит Господь. А сорвенный человек что делает? Он просто идет в дантист и ставит еще более красивые. А четвертого звоночка не будет, там уже будет только Рам Нам Сатям Гэ. Можно проворудить. Что такое Рам Нам Сатям Гэ? Когда в Индии человек оставляет тело, приносит бамбуковые стволы, делают из них такой паланкин, кладут на это тело, привязывают ему голову, чтобы он не болтался и уносит вперед ногами до крематория. Это такая хорошая традиция, и при этом люди, они все следуют за ним и громко, все кричат, чтобы все слышали. Там весь этот мир иллюзия, и только святое имя, которое человек повторял, вот это только правда. Там Рам Нам Сатям Гэ, то есть имя именно Рамы и Гупалы, это Сатям, это правда. Все остальное, это просто иллюзия, просто иллюзия. Этот процесс идет до самого крематория, и все слушают это, поглощенный своей семейной жизнью. А этот покойный, он еще при этом все равно головой так лежит, типа и сейчас не буду повторять, и то и болтается. Ну, потом, в тихо ухо кармик, Сарухи бдисарат, и, ну, ажат-сатра-бхаха, и, ну, ажат-сатра-бхаха. Ажат-сатра-бхаха даминьи гиддя, он говорит в целом, что там нет ни одного зрения, ни одного зрения. У каждого есть врагов, у каждого есть врагов, у каждого есть своя врагов, не смотря на этот материал. Таким образом, это очень спокойная жизнь, очень счастливая жизнь. И он говорит, что если вы относитесь к моему, то есть что происходит? Он говорит, что молчатанг, прасангат, мамабир, че самбидо. Когда вы относитесь к моему, то есть, что это симптом о моем, они всегда говорят, что моему ката, моему ката. Но когда вы слышите моему ката, то это очень мощная ката, и это очень мощная ката. Когда вы слышите о ката, то, что происходит? Когда мы слушаем ко мне, То есть о есть глоризм, там всерьез в мире, там всерьез в любовь, он возвращается любовь, когда мы получим любовь, как раз в мире, там всерьез в храме, затем всерьез в храме, Они были в бхаге, рати, и затем вылезно-лезапно становились в према, в этот ката. В этот ката, все в духовном жизни превращается в себе ващнава. что являются основой всего роста в Бхаджане. Именно благодаря слушанию о Кришне у человека вначале появляется вера. Именно благодаря слушанию о Кришне он доходит до Бхавы. Именно благодаря Харикадхе. Потом именно благодаря тому, что он будет слушать о Кришне, у него появится према. То есть именно Харикадха имеет такой движущей силы в Бхаджане. Смотрите, что такое Кришне? А как это Кришне? Это Кришне очень вкусное. Какая-то Бхази и Кришне. Он получил много блесей, много добро. Это Кришне. Вот в Индии есть железы. Туна как-то и растет. Очень вкусное. Если берется сцени, мамы и едят, Когда вы двигаетесь в своем теле, они очень расстреляются, все болезни двигаются. Это означает, что если вы слушаете Харикадха, то ваша здоровье становится здоровой, и все болезни, материальные болезни, вы получаете очень счастливую жизнь. Это обычный напиток из десяти особых кореньев, который необычайно вкусен и излечивает от всех болезней. Вот точно так же действует Харикадха. Все болезни двигаются очень хорошо. Это на самом деле, это прозже Харикадха. Сыскешно все хороши как вовремя, поэтому все хорошие pontы, как вовремя. Это боль, это боль. Это боль, это боль. Иногда, это трудно, и это боль. Это боль, это боль. Па-па-ба, ба-ба-баба, это боль. И ба-ба-баба, это боль, это мриту. Все, что происходит, будут слушать, арикады. Что это за оповарка? То есть, если взять алфавит санскрита, то глухие, глухие согласные, строка с глухими согласными называется оповарка. И она состоит из звука ба-бха-ба-ма. Ба-ба-ба-бха-ма. Ба-ба-ба-ри-шрам обозначает. То есть, когда человек, слушая харикадху, получает такое благо, как он всё начинает делать для Кришны. У него появляются интересы, желания делать для Кришны. Бха обозначает пена. Он избавляется от пены. А какой пены? От пены изо рта. Когда человек слушает харикадху, то он перестаёт работать, как загнанная лошадь, из которой уже пена выходит. Как человек, когда он в безумстве, из него тоже пена выходит изо рта. Так вот, когда человек слушает харикадху, он освобождается от подобного состояния этого мира. Потому что здесь люди считают о том, что они должны просто сгореть на работе, иначе они просто никогда не будут в будущем счастливыми, их просто никто любить не будет. Они все безумные в этом мире. То есть, когда человек слушает харикадху, то он становится очень здраво относиться к расходованию своего времени, чтобы его хватило и на бхаджан, и на материальную деятельность. Бха... 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 Бха вяртата изылисть. Бха или вяртата обозначает бесполезно. Такой человек просто совсем перестаёт заниматься какой-то бесполезной деятельностью, которые будут мешать ему баджану или которая ничего не даст так же материального. Бхаг обозначает… Бхаг обозначает… Они говорят, что это джампур, как это – это джампур, они работают. Кто-то не джампур, они работают. Двое – они работают, они работают. Они также готовят, они готовят, и как они – они ливны для дома. Они должны готовить, все они делают – differentialицию, из этих другие моменты – именно на самом деле. Поэтому что получается, можно говорить о месте, но говоря, что по ней стоит, что они работают. Это они животные. По нейodell Игорь сказал, Продолжение следует... 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 Но при этом один будет деградирован в дальнейших уровнях жизни, а второй отправится на Галоку Вриндавана после таких желаний. Продолжение следует... Потому что кто сказал, что нужно отказываться от всего этого? Не нужно отказываться. Нужно просто всё задействовать в служении Кришны. Не нужно отказываться ни от работы, ни от семьи, ни от близких. Нужно просто, чтобы всё это было связано Кришной, всё было направлено на служение Кришны. И тогда будет достижение Кришны. Продолжение следует... Бхаб означает бхай или страх. Человек избавляется от страха смерти. Но дебаты, вы понимаете, что все осталось, что вы умеете, умеете. Дебаты никогда не осталось. Почему? Малайям Кришнадаса. Все все осталось Кришна. Почему бхай? Бхай сам не осталось. Почему бхай сам не осталось? Почему? Потому что они всегда делают Кришна. Кришна бхай. Кришна бхай. Кришна бхай, который всегда остался. Почему? Бхагава говорит, что это парамая бхай, который не делает бхай. Кто делает бхай? Эта шкаф не может уничтожить этот момент. Так что дебаты не осталось. Дебаты не осталось дебаты. Дебаты не осталось дебаты. Но если бхай, то сама смерть начинает их бояться. Говорит Махарач. Обычно люди в этом миру все боятся смерти. Почему? Потому что они знают, что у них все отнимут. Они никогда Ему не служили. У них все отминут. Они знают, что они Кришны. О, преданный. Как он будет, когда преданного появилась вера? Когда преданный думает, ну я же всю жизнь служил для Кришны. Ну Кришна же, он же мой друг. Он же, когда наступит смерть, Кришна придет и Кришна все уладит. Поэтому преданные никогда не боятся смерти. Смерть боится, говорит, преданных. Она знает, она видит о том, что этот все делает для Кришны, все старается делать для Кришны. Она не может на Него никак влиять. Он наступит ей на голову и уйдет из этого мира. Питати, что он не знает. Значит, про Бхов, мы, мы мы, иметь плитку, мы не ехали. Поэтому он другие. Мы используем ниттелила, прабистр, Виснам табад, астатара, сатар сри, сри сри диматр, дакт, ведта, нарайон, со мной, пыль. Мы должны быть ниттелила, прабистр, которые они не знают, они не ехали. Мы их не понимаем. Прорוא как они знают, они не ехали. Я имею такой пример, он уже задумен, Ряд. Возвращающие кассы, когда он крашен, знаю. Когда он крашен, у этого ребенка и крашен, вот это... Вот он! Ты понимаете? Он крашен, это сердце и крашен. Он крашен, это, кашен, в dele. То есть, он кашен, а то, что его мать też крашен. Но когда крашен, он крашен в ряду, то это как раз его поработает. Он к смерти. Дрогие люди сдают, что сами по-английски, но не люди сдают, что они не чувствуют себя, не чувствуют себя вießen, с нечёшь, ніж не чувствуют себя в боём. Они не чувствуют себя в боём, что они не чувствуют себя в боём. Несмотря на то, что у них много желаний с что-то для мире, они были вошлите. Когда некоторые девушки сегодня приходят из Вайконтуры, они сидят в Вайконтуре и идут в Вайконтуре. Когда 99% он умер, он был в Хеллине спланирован. Вплотив, плачев, 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 плачев. Почему он не вблажал? Бха-ма. Итак, ма сейчас идёт. Ма обозначает мритью, или смерть. Преданные не умирают. Внешне-то кажется, что вроде умирают, так же, как и все остальные, а на самом деле этого не происходит. Что происходит на самом деле? Когда, вот точно та же, как кошка, у которой есть котёнок, она, видя, что тут место нехорошее для котёнка, она его берёт и очень нежненько за закривок переносит в место замечательно, безопасно и спокойно для своих котят. И при этом котёнок там, он чувствует, что он всегда, он чувствует любовь, когда находится в пасте у своей матери. С ним ничего не случится, мама рядом. Но та же самая пасть кошки для мышки уже будет смертью. То есть для котёнка пасть кошки — это родной дом, а для мышки — это смерть. Вот точно так же происходит момент смерти. Когда описывают всё — боль, разрушение, ужас и смерти, это когда человек не служил Кришне. Вот тогда он всё это испытывает. А преданные, которые служили Кришне, для них нет ни боли, ни разрушения и ни смерти. Для них приятен этот момент. Для них долгожданный даже момент. для них вдруг спадёт иллюзия, и за ними придут, и всё это устроят, и даже у преданной, которые уходят, они все уходят с улыбками. Поэтому у нашего Гуру Варги, когда уходят, они уходят просто в другую реальность. О, Матерь! О, Матерь! Кто-то хранит этот Волгий nome? Это «Хари, Кришне, 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 Хри, Хри, Раму, Хри, Раму, Хри, Раму, Раму, Хри, Хри, Хри». Дог-eater, очень лояркость, если он был дог-eater, он был член в его названии, то что вы можете подумать о его? Вы можете подумать, что в прошлой жизни они были очень хорошие, и они уже были 4-4 активов, которые были уже сделаны. Ахогата, сапо, чат-гарьян, чат-жива, гра, бартат-ганам, дхам, Жел찬, вы понимаете, здесь это иначе все, что вы будете прожать – все они походите в коже, все они начали в Тиркта, и все эти 최대ные, какие-то зарядки, они начали, в эти родины, где они имеют ночь. И в каждом возрасте в этой жизни это мы пишем, И Христиан, сообщает арюна-жиннепурбасат-тен, «Басудева-самар-ченам» Если чат-гарь иенный ночь, то вы должны понимать 100 лет назад он уже учился, что сейчас он чанит это святое имя. Таким образом, когда чанит это святое имя, мы понимаем, что это очень благородный человек. Один человек не может чанит это святое имя. Нужно без сомнения знать о том, что в прошлых жизнях он уже и изучил все веты, и посетил все святые места, и омылся во всех святых греках, и совершил все огненные жертвоприношения, и в совершенстве следовал целебату. Потому что он уже в результате этого совершенства сейчас повторяет, хочет повторять святое имя. Это говорит о том, что в прошлые 100 лет он посвятил служению мне. Поэтому сейчас он повторяет святое имя. Так что он говорит о джи-хагре, много, не о джи-хагре, только о джи-хагре, но о джи-хагре вы чанете Харе Кристос Махамудар? Если кто-то слушает Харе Кристос Махамудара или смотрит к Кришна, что если кто-то подвечет к Кришне, или кушает Кришне, или для Кришне, или для Кришна, или для Кришне, и отец пранамет к Кришне, как они здесь склонны. То есть в этом стихе Ахаббата Свапача Тагриян Яхдживати Вартате Наматубям говорится Гриям, то есть когда Святое Имя касается только языка, то есть человек иногда повторяет Святое Имя. А что говорить, когда человек и готовит для Кришны, и по Рикраму вокруг Туласи проходит, и поклоны Кришне делает каждый день, насколько возвышена эта Личность? Поэтому Ахрадж говорит, что здесь не вы stable, и остальные люди сидят. Да, если вы Адинайи после, он не может быть в Гурдове, Вlek Основасе, говорить по-рекетам, читать звелessential Его имя. Кришна говорит в Бхагавад-гита Бху-нам-жанв-нам-нам-нам-нти Гнан-вана-нам-пра-патнаты Баху-девас-сарвам-vitис-ва-мах-тмах-суддnoch Кришна говорит, что персонажа, это очень яркий персонаж, Вы понимаете, что вы пришли к Гуру Деву, пришли в эту линию, говорит о том, что у вас прошло очень-очень много подобных духовных заслуг. Вот такие люди, которые соприкасаются с этим, которые слушают, они необычайно-необычайно-редкие люди. Здесь в Красноярске, сколько людей пришли, чтобы послушать Харикадху. Если кто-то смотрит в театре, алкоголь, drinking, smoking, делать какие-то вещи, они не могут приходить сюда. Сколько людей сейчас в театре, сколько людей сейчас в кинотеатре, сколько людей сегодня в ночных клубах будет? Да, идут в кинотеатры, они полчаса позже ходят, они стоят за деньги, они сидят, смотрят на плохие вещи, и они стоят за них, чтобы послушать их, чтобы они не спать нормально, они не будут, и будут глупостями заниматься. Они еще за час до начала фильма додопайдут, будут очередь большую стоять, будут деньги большие платить, чтобы потом себе проблемы создать в будущем. Да, 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 да. Дхаттархамархамархазийдхи то есть ехаттархархархазийдхи хвесаван И на вся Shopify чатятны это Сарабхазийдхи муни Кришна према, Кришна Хар гард Кришна према Вадхгалавриндхамад Ештрейден нам рецепт нам Нам чинтамани Кришна Нам джишемна один агдизия цинтамани Ештрейден нам рецепт нам Когда Читтанин Махапрабхова подарил нам эту мантру Он сказал Повторяйте ее правильно То есть каждый день должно быть одинаковое количество кругов. Это очень важное правило при повторении святого имени. И не забывайте, говорит Пахарач, о том, что святое имя Чинтамани. Вчера же я вам рассказывала о том, что может Чинтамани. Кто-нибудь помнит вчерашнюю историю про Чинтамани? Кто-нибудь помнит вчерашнюю историю про Чинтамани? Кто может рассказать эту историю, поднимите руку. Кто-нибудь помнит вчерашнюю историю про Чинтамани? Как быстро? Хорошо. Вы можете рассказать? Да, вы можете рассказать. Что вы помните и рассказываете? Вставайте. Если вы слушаете два раза, вы можете помнить это в первую очередь. Второй раз прослушаем, еще лучше запомним. Вчера сначала было рассказано о том, что человек шел по лесу с большой пустой сумкой и увидел большую гору 50-рублевых купюр и без хозяина. И, значит, посмотрел и стал набивать эту сумку, набил ее полностью и пошел дальше. Увидел гору со 100-рублевыми купюрами. Он взял, выбросил сумку 50-рублевую, набил 100-рублевыми купюрами. Потом то же самое произошло с 500-ками, с 1000-ми и с 5000-ми. Потом он увидел гору золота, золотых монет. Значит, выкинул бумажные деньги и набил себе сумку золота. После чего он нашел философский камень, который сможет превратить железо в золото, если им коснуться железо. Естественно, что в золоте ему зачем уточить десятки килограммов золота в сумке. Он его выкидывает и, значит, берет этот философский камень. Потом он видит камень, который сам отрождает золото. И его даже не нужно с железо касаться, чтобы золото было. Он его сам отрождает. Это очень редкий камень. За него даже полугоги дерутся. Ну, значит, мужик этот находит. Простой мужик нашел. Значит, он выкидывает философский камень за ненадобностью. И потом он находит камень Чинтамани. Чинтамани – это камень, исполняющий любое желание. Любое желание, которое можно загадать, можно придумать. Чинтамани его тоже воплотит в жизнь в наилучшей форме. И он выкидывает этот Чинтаман за ненадобностью. Потому что зачем? Он только золото отрождает. Золото не поешь, не попьешь, в нем не поживешь и так далее. А Чинтамани способен сделать все. Так же и намы Чинтамани Рупам, Сечи Кананте Викрахам. Так же и Святое Имя – это Чинтамани, которые способны исполнить абсолютно любое желание. Но даже более того, Святое Имя способно исполнить трансцендентное желание. Оно способно очистить нашу душу. Оно способно, скажем так, установить отношения с Кришной. Потому что Кришна не отличен от своей формы, образа, качества и игоря. И что имя Кришны и сам Кришна, они тоже десны друг другу, совершенно не отличны. Поэтому Святое Имя способно даже торвать самого Кришну, самого парабрата. Святое Имя – shouldn't pretend! Харикаршна! Уschнейший, всем рассказать, что и пролежет — это Харикатха. Почему��에 нет? Также он скажет, когда только один человек привлекой Если вы за свою жизнь хотя бы одного человека в духовную жизнь, если вы обратите, если кому-то, кто-то привлечется в духовную жизнь, то вам будет очень-очень большая награда, это будет очень большим вознаграждением потом. Это считается гораздо более возвышенный акт, чем тысячи школ открыть, чем тысячи больниц открыть, чем помочь тысячам людям обездоленным. Хорошо. Таким образом, Гурадев говорит, что всегда вы держите этот акт, это чинтамани. Да. Гурадев говорит, что это 8-4 лак, в жизни и смерти, животные, деревья, животные, чем эти вторки, решило, это 8-4 лак в этой жизни только лишь ладу дает шанс. Только этой жизни, этой жизни, только за эту дозуник. When you can, если человек поезда над 47-4 лак, alright? Они не дают, они не телеф, они не телеф, они не телеф, трущи, не перескал, не дают, не, Вы понимаете, что только человеческие люди делают это. Никто не может это делать. Поэтому все святые говорили, и Господь говорили, «Лабха, судур, лабха, митам, баусам, бхаганте». Это означает, что человеческие люди не должны быть одинаковыми. Очень, очень редко. Вы имеете в виду человеческих людей. Эта жизнь необычайно редка среди всех остальных видов жизни. Только в этом теле можно повторять Святое Имя. В других жизнях не получится. Попроси кого-нибудь другого, какое-нибудь животное, повторять Святое Имя — этого не получится. Поэтому Махарач говорит, «Каждый день радуйтесь своей жизни, человеческой жизни и всегда используйте её по назначению, пока она есть». «Лабха, судур, лабха, митам, бхагу, самбхаванты». Это необычайно, необычайно редкая возможность, которую нам этот шанс дают очень и очень нередко. Нужно не прозевать этот шанс. Нужно использовать его максимально. Только Святое Имя — всегда держите бхагу с вами. Когда вы пытаетесь, никогда не пытаетесь. И все время при себе держите мешочек. И между делом время появилось, всегда заполняйте её святым именем. Таким образом, как в этом секунде, где никогда не получили миллиарды, 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 не смогли вернуть это в этот секунде. Он говорит, «Секунды сейчас летят, наше время сейчас улетает». Никакими ведь деньгами, никакими миллиардами, ведь не вернуть это обратное время. Он говорит, «Как это время только может использоваться правильно, только когда мы повторяем Святое Имя, только тогда мы правильно используем свое время». Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare И еще один дурак, который сидит в этом доме. Что это? Индулека. И этот дом. Что это? Индумохини, потом Ананда Прия, потом Винодини, потом Камакамалини тоже. Я могу сейчас просто коротко немножко разобрать, короткую биографию города Ивана, если что, какие-то... Слышно? Слышно? Я могу как бы рассказать небольшую биографию Городева, высветив его какие-то фрагменты. Городев на этой планете был почти 90 лет. Он родился в 1921 году и с детства был в семье преданных. Рама Ситы. Всегда занимался баджином уже с детства. Вот, слушал катху, они по рамайну слушали. И был вот в этом направлении. Он хорошо учился, занимался лёгкой атлетикой, поступил в полицию служить и никогда не бросал свой баджин. Он женился, было двое детей. И он встретил своего духовного учителя. И когда встретил духовного учителя, то полностью себя ему отдал. Он, как Нагаре вчера сказала, как проданная корова. Всё, полностью. И посвятил свою жизнь, перенял эстафету от Вактиминода Тахура, Сараслати Прабхупады. Перенял эту эстафету от своего Городева. И вот их было у Кешала Махараджи трое учеников. Тривикова Махараджи и Лавана Махараджи. И это был мощный кулак. Потом они, когда приняли Саньясу, то он был знаком со Свами Прабхупадой. И вот Свами Прабхупады он помог получить. И он говорил Кешалю Махараджу, чтобы он дал ему Саньясу Свами Прабхупаде. И Свами Прабхупаде он помогал в принятии Саньясы в обрядах. И после ухода Свами Прабхупады он его положил в Самадхи. Вот это то, что как бы видела видео, было часовое видео, это вот я лично видела. И в течение, наверное, пятидесяти лет он проводил Парикраму, Вранжа Мандала Парикраму и Гаура. Я услышала от учеников, от уже старших учеников Гурудева, что они говорили, что Гурудев был очень как бы в садане, сам сильный. И очень их как бы держал сильно. Они даже получали по четыре катхи в день, по четыре лекции в день. Это Кенчина Махарадж, помню, рассказал, что как-то после Гаура Пурнимы, вот после дня явления читания Махапрабу, была катха. Он нам её, кстати, зачитывал, потому что он всё под запись делал, говорит, и на ящиках стоял, записывал. Поэтому как бы меня в сон не клонило, потому что я всё записывал. Потому что многие как бы вырубались. И было уже 12 часов, а Гурудев всё давал катху. Ну и такой момент потом происходит, что в 96-м году Гурудев выезжает на заповедь, на заповедь с проповедью. Но я могу как бы лично просто сказать только впечатление о Гурудеве, когда я пришла к нему в 94-м году. Ну что можно сказать? Можно сказать вот этот момент, который Гурудев всегда говорил. Вот три пункта. Никогда не гневаться, никогда никого не критиковать и всегда повторять Святое Имя. И ещё таких три пункта. Это джапа, сева, харикатха. Ну как бы очень всё сжато конкретно, ну как бы для людей, которые со слабой памятью или с непониманием вот этого метода. Гурудев очень много писал, очень много читал. У меня и до сих пор как бы вот этот момент потрясает, когда я услышала, что он прочитал Джайва Дхарму. Ну я не знаю, Вишнадайва там Ахараш сказал, что он 108 раз прочитал Джайва Дхарму. Но даже если он прочитал где-то, я слышала 64 раза, это всё равно как бы потрясающе. Потом он давал комментарии к писаниям, комментарии к Бхагавадгите давал более, как бы такое углублённое, глубже, чем с вами Прабхупада. Что ещё можно сказать? Можно, наверное, ещё такой момент высветить, как, когда, ну вот у меня такое образование преподавательское, и момент, наверное, когда ты приходишь в любую систему, да, ты смотришь на учителя, смотришь на него, как он преподает этот метод, как он сам его знает, как он его изъясняет, как он сам выполняет и смотришь на его учеников. Вот, и смотришь на какое-то, через какое-то время на рост этих учеников. Вот, я помню, мы когда приехали первый раз в Волгоград в 2004 году, первое, кого мы увидели, и я просто не от себя это только говорю, потому что мы это обсуждали, мы увидели Нэми Махараджа. Он зашёл в столовую, где нас регистрировали, и это был просто небожитель. И из него исходило такое, что, как бы, мы так глазами следили. Он подходил к преданным, которых уже знал, с ними здоровался, вот, и такая благость исходилась, такое приятство. Вот, потом, ну, конечно, приехали в Махараджи, приехали в Брахмачаре, с Гурдевом были, как бы, его проповедники. Вот, были вот эти потрясающие киртаны, на которые, я говорю, мы смотрели, как вообще-то нормально, вот так вот. Нормально это люди или нет? Вот. И вот этот момент волшебный, потому что, я говорю, когда мы услышали впервые, что увидели и услышали Гурдева, практически, кто уже был в этом направлении, они, конечно, понимали, но вот мы новые, мало что поняли, мы только слышали там Кришна, Вриндава, я даже радху не слышала, вот. Но я, как бы, поняла, что это есть место на земле, и мы чётко поставили цель поехать. Поехать, и вот мы, когда приехали, мы, конечно, попали впервые сразу чудом, потому что мы приехали заранее, где-то за неделю, и место, естественно, в Рубсанатами было свободно. У нас было, по-моему, человек 9, вот, который, Расунанда праву ещё тогда, поселил нас около Сева Кунжа, в комнате большой, вот. И вот впервые мы увидели, как бы, его ученика, ещё одного ученика. И я помню, когда мы приехали в Гурдеву на следующее утро, вот, потому что мы приехали поздно, пока проснулись у нас саду Махараджи, ещё тогда Парджани Прабул, всех, как бы, собрал, и повёз в Матхуру, в Кишаваджи Гаодья Матху. Вот, и когда после Даршина Гурдева мы все выходили, вот, на Парикраму, у нас, по-моему, вёл Нами Махарадж, вот, и он, когда вышел, тут появляется Шидар Махарадж. И Шидар Махарадж, ещё тогда, Расунанда Прабул, начинает прославлять Нами Махараджа. А Нами Махарадж говорит, нет, говорит, это раса, вот, говорит, кто, говорит, это раса, вот. Мы, вот, увидели учеников Гуру Дева, вот, увидели их, услышали, и тут, в общем-то, такой практики нету, гимнастических упражнений нету, да, телесных, как бы, что можно посмотреть. Но мы увидели вот это отношение, отношение, и, как бы, когда ты приезжаешь во Вриндаван, и до сих пор ты, если приезжаешь, то если где-то видят или слышат, или спрашивают, кто твой учитель, вот, то это очень авторитетно, если ты говоришь, что это Нарай Махарадж. Вот, и мы, как бы, не только понаслышке, но я вот за эти годы видела, что как много строится и быстро строятся храмы, вот, которые там были. Мы знали, что проводятся очистительные какие-то мероприятия по кундам, вот, какие-то еще проекты есть, потому что Гурудев все время, как бы, вот эти пожертвования, или финансы, которые были, он все время пускал в ход. Вот, и поэтому мы, когда приезжали, все время улучшались условия проживания для преданных. Вот, я еще помню такой момент, который меня как-то так зацепил, или потряс, сейчас, когда Гурудев был в Одессе, я после Волгограда слушала Катху Одесскую, он был, вот, буквально перед Волгоградом, и Гурудев переводит, естественно, был переводчик, который переводил, он говорил, ну, вы знаете, наш менталитет, да, что мы можем где-то, как бы, сэкономить, или если это едет семья, то можем где-то скромчить деньги, где-то недоплатить, а просад принимают все, да, и, как бы, комнаты там занимают все, а, ну, как бы, у кого-то, может, денег нет, кто-то, как бы, просто лукавец, вот, и такой момент был, значит, Гурудев говорит, пожалуйста, проплатите финансовый взнос, вот, заплатите за проживание, за просад, если кто не может, составьте списки, подайте мне, я оплачу сам, на самом деле так, вот, это то, что мы видим потом в его учениках, мы это видим в Швидаре Махараджи, в близких его учениках, которые у него, вот, и еще такой момент хотела, как бы, рассказать о том последнем, последних, наверное, последнем приезде Гурудева в Москву, потому что неясно было, приедет он или нет, хотя фестиваль, как бы, ну, должен состояться, все это, как бы, расписание есть, но мы знаем, что он себя уже неважно чувствовал, даже на Гауропорними он вышел только раза три, вот, на программу, и его состояние летом ухудшилось, а был фестиваль в Москве 10-го года в сентябре, и это вот тот год, когда Москва сильно горела, она горела, и люди, которые москвичи приезжали, очень многие выехали просто в Европу, или в другие страны, у кого были кондиционеры, они спасались этим, кто не мог и оставался в Москве, они выходили на, там, где были бассейны, это они лично рассказывали, когда вот даже приезжают, мы вспоминаем этот 10-й год, это было, говорит, нечто, у кого особенно сердечные проблемы, это было очень тяжело, мы знаем, что у города Эва, как бы, проблема с сердцем была. И вот, был вот этот момент, когда мы приехали пока в санаторий в Москву, и нас оттуда выселяют, мы буквально приехали там за два дня до города Эва, подготовительные работы, делаем, нас выселяют, везут в милицейский участок, нас поддерживает Ными Махарадж, приехал, был он один вот с нами, и такой момент, что у нас всех посписочно прорегистрировали, ну и отпустили, сказали, что здесь ничего не может быть, потому что это лесная зона, не дай бог, пожары, как бы, все, санаторий закрыт, для всех закрыт. Мы им объясняем, что это международная, как бы, программа, приезжали, были иностранцы, были иностранцы, и такой момент потом получился, что мы сели и обратно приехали в этот санаторий, только как бы за пределы его, и там было озеро, озеро такой холодной воды, видать, источники были подземные. И там местные приходили, отдыхали, вот, а мы, получилось, разбили лагерь, и нас охраняла милиция, еще в то время, чтобы мы не разводили костры, но они видят, что, ну, а куда нам деваться? У нас билетов даже, все обратные билеты были, там, через неделю взяты. Вот, и было все так хорошо устроено, преданными, просто собственноручно. Вот, и вот эта вот молитва, и вот это вздывание к Гуру Деву, и жажда, как бы, его увидеть, даже момента тот, что понимая, что в каком он состоянии, вот, и ввел все отношения, как бы, там, саджан был у нас, это преданный из московского храма Саджан Прабу, вот, и в последнюю неделю он сказал, что все, дано добро, Раджанат Прабу сказал, что Гуру Дев приедет, он приезжает. Мы быстро перемещаемся в другое место, в Калужскую область, вот, и составляли списки на автобус, кто поедет встречать Гуру Дева. Невероятно, приедет, не приедет, в таком состоянии. Уже, как бы, много людей собралось, вот, и поезд, автобусов поехали в Москву, и вот, представляете, там бесплатно выдавали воду, просто бесплатно, ящиками людям, всем выдавали воду в аэропорту, вот, потому что такая обстановка была. Мы, в Сан-Дуле, ехали в поезде, просто бежит все, и туман, туман, вот эта дымка, вот. Вот, ну, объявляют, значит, прилет все, и приезжает, как бы, и Гуру Дев приехал. Он приехал в маске, кислородной маске, потому что его возили, вот, было, как бы, тяжелое состояние, но это было до слез просто, он не бросил своих детей, своих, вот, свои, вот, вот, ну, те вот родные дети, он приехал к нам, как к детям, это просто было невероятно, вот, приехал, и прошла программа, все, как бы, ну, это, буквально через три месяца он ушел, ушел, вот, была еще картика, он провел картику. Ну, вот, как бы, можно рассказать о каких-то чудесах, потому что Гуру Дев — это непростая личность, и каждый, кто его видел, он соприкоснулся именно с нечто таким, что, как волшебник, как вот, как чудесник. Но самое, наверное, большое чудо, которое он делал, это, наверное, не то, что он, там, изрыгал огонь, или, там, делал какие-то чудеса, или исчезал, или, там, материализовал, он просто изменял сознание людей. Да, просто повторяет джапу. Вот, и, как бы, говоря, Катху, но даже если ты не понимал, вот, в таком состоянии... Вот, как бы, в таком состоянии... Катху, но даже если ты не понимал, то, что ты не понимал, что ты не понимал. А Гуру Деве я говорить не могу. Есть сокровенные вещи, я могу только два слова сказать, что... Микрофон, как говорили. Да и так все слышно. Тут тишина такая. Что тут не слышно? Так, смай. Суть в том, что я понимаю, что отношения с городом только можно чувствовать. Когда вот он ушел, я этого не могу говорить. Я ощущаю, что я стал ближе. Сейчас такое отношение, что я не понимаю даже слова, что как это ушел. Он существует всегда, иногда. Зимой, когда был ретрит, я уже рассказывала многим, думаю, много суеты, служишь вроде, и думаю, что-то я вот не ощущаю здесь как бы так, как всегда чувствую, что Гуру Дев здесь. И когда мы в последний момент обходим стол Говард Ханом, и вдруг я вижу на портрете, что он живой. Ну, я там тут раз уже рассказывала, были такие моменты. А тут тоже думаю, ну да, ну что-то, у меня нету такого ощущения, что Гуру Дев присутствует. И вдруг у меня такой интересный момент, что я не всего его вижу на портрете, то есть его стоит в фотографии, а руки его живые. И я долго думала, ну, это что-то значит. Это значит, что руки его, это все знают, что это махараджи, которые остались после Гуру Дева, они его руки. И мы можем через его руки прикасаться к нему. И поэтому это был опять знак, что его руки все время с нами присутствуют, что когда приезжает махарадж, это очень чувствительно, что... Ну, я, по крайней мере, уже не раз, конечно, была в Индии, и такое ощущение, что я, в общем-то, даже живя здесь, я мысленно там. Поэтому в те места, где был Гуру Дев, особенно была, запомнилась Гауру Пурнима девятого года, когда мы уже после Гауру Пурнимы приехали во Вриндава и были на Гавардхане, он вернулся, Гуру Дев тоже присутствовал, такое ощущение нектарного, что воздух даже был нектарный, что все там, что... то есть с чем не соприкасалось, по-моему, такого, ну, такого как бы еще больше я не ощущала, но вот в тот год как раз с Гуру Дева были небольшая группа людей, каждый день лекция, а утром мы его провожали на прогулку, ловили момент за стоп и подержаться. И я не буду конкретно рассказывать истории, что происходило, но то, что ощущала, что это на самом деле не простая личность для общения, а то, что он знает каждую твою мысль, и что он может предупредить тебя о чем-то. Это было конкретно в этот год, когда он обратил на меня внимание, я долго сомневалась, думала. То есть вообще-то каждый момент в жизни, то есть это нам дается урок, и каждый, что бы ни случилось, мы должны знать, что если мы заболели, значит мы что-то сделали не так, что мы кого-то оскорбили, подумать об этом, исправить, то есть всегда есть подсказка Гуру Дева. И в этом году, когда я ездила на Говоропорни, я тоже ощутила, что в каждой моменте Гуру Дев мне помогает. Было очень тяжело, я болела, но я ощущала, что он всегда как бы льется на меня, это милость, что он заботится обо мне, и это в общем-то везде всегда, и я это ощущаю. Но я не могу много. Все время, когда я думаю о Гуру Деве, у меня сердце прогибается, у меня вступает такое волнение. Я могу сказать одно, что Гуру Дев стал же мчужиной зубой сердца. Он появился в моей жизни, может быть, не совсем случайно, потому что, наверное, с Укритиной работа уже за многие годы. И он пролил на меня свою милость, послав к себе и дав мне святое имя, которое помогает мне очиститься от всех моих грехов, со всей моей жизни. Гуру Дев — это всё светлое, чистое и хорошее, всё, что есть во мне. Он поселился в моём сердце, и я надеюсь, что, может, когда-то я буду хоть капельку похожа на него. Я благодарна ему за то, что он мне дал всех вас. Дал мне за дусангу, в которой я могу практиковать и идти этим путём, путём чистой и светлой любви, любви к Самому Высшему, к Самому Святому, Радхи и Кришне. Он меня учит, как правильно служить, для чего моё предназначение здесь, в этой жизни, почему я пришла сюда, какая цель моя, что я должна сделать. На самом деле, кто я такая? Спасибо ему за всё, за то, что он мне даёт своих близких спутников, таких как Шридхар Махарадж, Примананта Прабху, Чирдха Махарадж, Бон Махарадж. Я очень благодарна ему, что эти святые люди сейчас рядом со мной, и они мне помогают всё дальше и дальше осознавать мою, меня истинную, мою цель. Спасибо, Бху-бху, Бху-бху, Пресёжь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне казалось, это так актуально было. Прежде всего, когда мы говорим о своём духовном учителе, мы не можем называть духовного учителя по имени, мы можем называть его только швей-гуру, по имени можно относиться только к младшим, даже к своим духовным братьям и сёстрам по имени, это не по-большинавски относиться. А швей-гуру-тех был лицетворением, образцом мариады или любви между вайшнавами, швей-гуру-тех с такой любовью относился ко всем вайшнавам. Вы помните фотографии, когда он там с Ишиман Бахти Проматурой Гасим Махараджем, когда он там на конференции с вайшнавами и с Ишиман Бахти Проматурой Гасим Махараджем, когда бы Гуру-тех с такой любовью относился ко всем, что говорите про вайшнавов. И Гуру-тех был бы так рад нами и доволен, если бы мы попробовали с такой же любовью относиться друг к другу. И тем более с таким почтением, дрожащим почтением нужно говорить о нашем Духовном Учителе со сложенными руками, потому что он жемчужина в сердце, как сказала Камалиндите, потому что он солнце наших глаз, потому что он вода нашего языка, потому что он сердце нашего тела, потому что он воздух наших легких, он сама наша жизнь — это все, что у нас есть. Как Камалиндите сказала, все хорошее, что у нас есть, оно только благодаря Шилу Гуру-деху. Только благодаря тому, что Кришна до нас дошел все-таки. Шимати Радыка до нас отправила очень-очень свою близкую подругу и выбрала нас, чтобы дойти до нас, чтобы рассказали о ней, как Шилу Гуру-деху рассказывал о Шимати Радыке, как он рассказывал о маме Ишоте, как он рассказывал, как Кришна забавляется там по во время давани, и с такой любовью смотрел во время Хари-катхи, как будто бы своим взглядом он тебе фильм показывал. То есть когда слушаешь Хари-катху, она была настолько живая. Он буквально сердцем это Гуру-дех своим взглядом мог даровать Кришну, своим присутствием мог даровать Кришну. Даже когда стоишь с ним рядом, он на тебя не смотрит, ты все равно чувствуешь о том, что ты там, в Вриндаване, находишься. Очень важно говорить об учении, когда прославляем своего духовного учителя. Шила Гуру-дех, о чем же учил Шила Гуру-дех? Шила Гуру-дех, безусловно, как я сказал, он учил общению с Ваишнавами. Позавчера рассказывал о том, что важно при этом научиться искусству общения с Ваишнавами. Это будет служение Гуру. Нужно научиться с любовью относиться ко всем живым существам. Гуру-дех просил, чтобы мы стали такими, как он, а не чтобы мы стали похожими, как он. Он говорит, ты должна стать такая, как я. Он для этого сюда и пришел. Шила Гуру-дех с такой снисходительностью относился к нашим погрешностям. Гуру-дех спасает нас на всех планах. Я просто расскажу о самых замечательных, самых волшебных моментах Гуру-дех, как и Вамна Гасо и Махараджи. Они обычно рассказывают для людей, у которых веры недостаточно. История о привидениях Шила Гуру-дех. Ученики Шила Гуру-дех рассказывают какие-то постоянные чудеса. Я часто из таких чудес расскажу и потом немножко об его учении. Однажды Шила Гуру-дех мог самую критическую ситуацию, как рассказывал Сундар Гупал, которого сегодня нету, о том, как его спасало Святое Имя. Гуру-дех это спасало Святое Имя. До Святое Имя еще дорасти надо, оно еще там в семечках лежит. А вот Гуру-дех сейчас выполняет функцию Среды о том, что мы еще вроде как не ващнабы, а уже нам кто-то помогает. Когда семечка прорастает, когда мы будем на уровне Бхавы, когда мы будем настоящими преданными, тогда уже Кришна находится рядом, слушает нашу молитву и помогает во всей ситуации. Пока этого нету, все чудеса, которые с нами происходят, это делает Шила Гуру-дех. Кришна еще пока нас не замечает, потому что Кришна привлекается только Бхакти. Бхакти пока там нету, там одна милость Гуру-деху вокруг. Иногда мы больше привязываемся к Кришне, молимся Кришне, просим Кришне защите. Кришна исполняет наши желания. Кришна нас спасает, но нужно всегда при этом помнить, что это делает Гуру-дех. Гуру-дех просто нас тряпает, моет, чешет, вычувствует из нас блог из него остального для того, чтобы мы могли привлечь к себе Кришну, как маленьких обезьянок ловят в лесу и потом приводят их в порядок, чтобы папочке представить. И папочке так дает привет. Так вот, как многие преданные рассказывают Матхуру, как Гуру-дех их спасал. Одна женщина, там времени будет мало, потом буду говорить очень быстро, одна женщина тонула однажды в емуне и поняла, что она уже ничего не может сделать. Она говорит, Гуру-дех, спаси меня, и увидит перед собой огромную руку над собой, у которой не было конца, и она их вытащила на берег за волосы. Потом прибежала в Матхуру, упала к стопам Гуру-дех, латала флага, Гуру-дех, Гуру-дех, спаси меня, успокой меня, спасли вы меня, спасли. Гуру-дех сказал, Кришна спас. Потом одна бенгальская семья, она ехала по дороге, доезжая до Вриндавана, машина в кувет перевернулась, дверь заклинила, пошел газ в машине, и вся семья должна была сейчас задохнуться, невозможно было открыть дверь. Появляется Робин Гуд Гуру-дех, который сила открывает эту дверцу машины, вытаскивает каждого из этой машины, и потом, была ночь, и потом где-то исчезает во мгле, вся семья Бенгальская была уверена в том, что, видать, где-то Гуру-дех на машине ехал, а Гуру-дех всегда был очень сильный, он с виду был очень стареньким. Сидел, как бы медленно ходил, думал все время над своими четками, а на самом деле Гуру-дех даже до самых последних дней был очень и очень сильным, он мог резко подбежать, он мог хорошо врезать, он мог постоять за кого угодно. Поэтому Бенгальская семья прекрасно знает Гуру-дехов, они поверили, они думали, что Гуру-дех сейчас на машине где-то ехал, увидел, что кто-то там умирает, и поэтому он всех спас, как Супермен. Но когда они приезжают во Вриндаван, им говорят, Гуру-дех больной, лежит в Губинат-Быване, и вот тут им стало плохо, потому что вся семья его видела, не один человек, а вся семья. И они потом все побежали в Губинат-Бывану и ждали до того момента, когда Гуру-дех проснется после того, когда он болеет, чтобы поблагодарить его за то, что он их спас этой ночью. И вот этими историями наполнены жизнью преданных, и чем больше веры у людей, тем больше с ними будут происходить такие истории. Кришна, соответственно равняется Гуру-дех, он никогда не будет вмешиваться в жизнь человеку, у которого веры нету. Всем предоставлена свобода воли, всем предоставлена независимость. И только когда у нас будет вера в Гуру-дех, нам нужно слушать больше Харикадхим и больше просить у Кришны, больше просить у Гуру-дех, чтобы он каждый день, каждый Божий день, нужно просить с утра, чтобы у нас появилась больше веры в нашего Учителя, чтобы у нас появилась больше в Кришну вера. И тогда мы будем думать о них чаще, и тогда мы будем видеть, как они нам помогают. И вот тогда от этого будет еще больше вера увеличиваться. Когда… Щелок Гуру-дех – это несмирный человек. Щелок Гуру-дех – он и много своих дашинов подарил, даже после того, когда при всех, при многих людей его посадили, усадили в Самархи, там, на Ватвике. После этого он еще даровал Дашины своим ученикам. Были ситуации, когда он одновременно находился в нескольких семьях и дарил свои Дашины. То есть нужно просто больше веры. Щелок Гуру-дех – в чем мы можем отплатить Щелок Гуру-деху? Щелок Гуру-дех мы можем отплатить, если мы будем больше совершать свою Баджи, если мы больше будем служить Вайшнавам, потому что они могут давать нам эту чистую Харьгатху, они могут увеличивать нашу веру, переведут на Гуру-деху. Что-то я хотела сказать по Вайшнавам, как же это жалко. Щелок Гуру-дех говорит, чтобы мы больше повторяли святого, потому что у нас больше было святого имени. Щелок Гуру-дех очень хотел, чтобы мы любили друг друга. Еще раз на этом заострю внимание, чтобы мы меньше обижались друг на друга, чтобы мы прощали других, как мы прощаем себя, как мы хотим, чтобы прощали нас. А Вайшнавов нужно почитать. Они же ведь пришли все отшивать радыки. У них у каждого своя особенность. Но нет у нас глаз, чтобы их увидеть. Нет у нас чужд, чтобы их почувствовать. Нам дают увидеть то, что мы можем увидеть. Нам дают почувствовать, что мы можем почувствовать. И только когда мы у Кришны попросим веры в Вайшнавах, тогда будут приходить чудеса, тогда будет приходить вера. Нам надо еще рассказать историю сейчас с Гуру-пуджей, с Говарданой-пуджей. Ванча-калпатарупяща-крипаси-даби-ябачалам. Продолжение следует. Продолжение следует. Харе Кришна говорит наш Гуру-дех. Это говорит Чайтаначаритамирта. Они и сказали, Ачары-каре-накеру-на-каре прачар ör-prачары р монар-каре ачары. Ачар прачар-намер-карва и Викари-кархי. В Хришне чайтаначаритамирта говорит хуид ад boa-бхарате Хуид Аются и Ачары. Ачары baja говорит himself, и Hemuch DNS gets следут, а как следует Bringing, Как следует, он называется Ачары MA, уже что С Еuh харь 있습니다. Продолжение следует... 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 А Шиллагорудов что показывал? Он показывал, как нужно своих духовных братьев любить и уважать, братьев и сестёр. Он их называл своими Шикша-гуру, своих духовных братьев. И он им отдавал Далдавад-Паранамы, своим духовным братьям. Он для кого это делал? Он ведь нас этому учил. И Гурадеев, он как и двух спинок. Как и двух спинок, когда сетя скоп, и клетка к двух столб, они стали изменили. Гурадеева – это изменили. Кто-то пришел сюда к Гурадееву. Спинок Гурадеева, он их слушает. В его одежде, наши сетя скопом стали изменили. Вот и все столбов they are preaching now there. И Шилагурадеев Махарадж говорит в настоящей Чинтамане, который исполняет все желания. Каждый, кто с ним соприкасался, сам превращался в золото, в проповедников. Какого он воспитал, они сейчас замечательные, изумительные проповедники по всему миру. Махапрабху просил, он хотел, чтобы весь мир, повторял Харикришна Махамантра. И Шилагурадеев сделал в это свой колоссальный вклад. Он 32 раза облетел этот земной шар и подпосадил семена. Он подложил основу для этого. Да, Шилагурадеев сделал так много благословений, так много благословений. Он опубликовал так много скриптов. Махапрабху джал, Махапрабху Госнамит, это 4 адрар, 4 адрар геп, you know. Это луптатит тавдар, manifестирующие эти третий, и вкладывая скриптуры, рага, бхакти, прачар, Гурадава, все, что махапрабху, это адрар, Гурадава, полностью восстанавливает махапрабху адрар. Махапрабху Шестигасвами дал 4 наставления. Он говорит, что самое важное — это явить Божества, давать людям Божества, чтобы они поклонялись, восстановить святые места, утерянные, написать писание о бхакти, сделать бхакти доступным для понимания людей и описать правильный образ Вайшнава, образ жизни Вайшнава, Вайшнава-садачар. И Шила Гурадава это все воплотил тоже в своей жизни. Он все это делал, как наше Госвами. У Гурадава так много лил, в которых можно рассказать, в которых можно рассказать, и Гири Раджи говорят, «Канэма Храджи, there's one sentence about you, Гурадава, tell it to her». Я просто хочу сказать о том, как в Шимат-Бхагове говорится о славе таких Личностей. Там говорится, «Я на машруте матрина бувар бавате нир малах, тася тирта подам кем ва, дасанам авашишите». «Дасанам авашишите». Там говорится, что, «Насколько бы не было могущественно святое имя Бога». То есть имя Кришна обладает огромной силой, потому что оно имя Кришны. Так вот, в Шимат-Бхагове там говорится, что «Насколько тогда могущественны Его слуги, если Его имя способно на это?» То есть Его имя способно поменять нашу судьбу, Его имя способно поменять нашу прорабку карму. А Его слуги Кришны, они еще более могущественны, чем святое имя. Слава, слава Вайшнауф еще выше, чем слава святого имени. Потому что они могут достучаться до нас, они могут изменить, они нам могут показать, что такое святое имя. Кришна обладает Кришна. , Кришна Сих пор является Кришна這個, который Его moodет, Кришна Татьяна пок firefight, Кришна Орбарーん, 本当, Кришна радар! Это характер святое! Он очень録ится очень много, Кришна прет��, забота-бдерг Ar今日は как бы, они обладают во время гравцания, торы тоже пр baterки, занимаются Perезонны, Кришна, Кунжа-ли-ла, Кандар-кандар-кандар-су-ри. Кришна все не принимает фрукты, они не пьет, они принимают сухарь-кандар. Они все, в многих, многих способах Гири Раджа-гавардана Он делает Кришна с Севами. Гири Раджа-гавардан, которые Кришна любит и его друзья любит, и корешками, и медом, и минералов, и всех видов цветочков. Итак, Гири Раджа-гавардан, он также Го-гавардан. Что означает? Го означает «сенсы». Севами по сердцу, которые приведут к Севаматамы. Ко, Кришна, Кришна-гавардан. Он о том, Кришна-краснане. И все. Кришна-гавардан все так называют Гири Раджа-гавардан. Гири Раджа-гавардан in земля. Сказать об этом, почему он был в свежером? Кришна-пряматам. Кришна-лотус он был в свежей. Почему он был в свежевал? Кришна был в свежее свежево. Поэтому, если Кришна, если он был правильным, то Кришна не мог бы сделать это, но он мог бы сделать это. Итак, его имя Говардхан обозначает Говардхан. Гов — это чувство. Прежде всего, это чувство Кришны. Вардхан — это тот, который удовлетворяет чувство Кришны. Кришна — Крашна. То есть, Кришна очень похож на Крашна. Крашна означает красивый Гор. Так же, Махрадхан сказал, что… И власть видит нечто. Почему же Гириадхан стал… Он лучший слуга Кришны. Стал же, стоит в виде камня, в виде горы. Потому что Говардхан хочет сделать особое служение Кришне. Он предстает, как камень неподвижный, чтобы Кришна мог отдать место игр для Кришны. Чтобы Кришна мог совершать даже свои сокровенные игры. Потому что в присутствии камня горы ты не будешь этого стесняться. Он делает все необходимое для того, чтобы были игры Кришны. А также это один из внешних симптомов тела, когда человек испытывает экстаз. Когда человек испытывает экстаз, то он замирает, как камень. Вот Гириадхан, служа Кришне, он тоже испытывает экстаз служения, он тоже замирает, как камень. В общем, Гурадхан говорит, что он с consensу, он может поступить нам все желания, если он хочет это материал. В afforded, there is a nice wife, nice house, nice wife, nice husband, nice children, marriage, он может делать все. Он может сделать это для того, чтобы они гараж перикамов, Кришна также follow это за кадром. Что он может потом поступить, то может绝ать всех желания. И все материальные желания по поводу нашего нехватка денег, нехватка жены, нехватка мужа, нехватка дома, нехватка работы, Говардан исполняет легкую. И помимо этого, он исполняет все трансцендентные желания Кришны. Итак, Кришна, наш Сампрадай, он очень важен на Кирираджа Говардана. Все госвами там принимают желание, даже Гуддхава, Нарады, Гурдебалы и Равнадаспаса, все остальные желания принимают желание Кирираджа Говардана и Бхайджана. Он исполняет все желания. Иракунатха, и Шилла Гуддева, все мечтали о том, чтобы жить у Кирираджа Говардана и там совершать свой Паджан. Кришна поклоняется даже сам Кришна. Он сказал, что если у вас чего-то не хватает, и у кого что-то хотел попросить, обращайтесь только к моему Гирираджу Ковардану. Он даже запретил поклоняться царю непожителей Индре, только Гирираджу Ковардану. Есть так много историй, каждый год вы услышали эту историю о Гирираджу Ковардану. Как Кришна, Христов, Индрапуся, говорит, «О, Папа, как Вы делаете все это, все». Он способен улучшить желание, крокодинам, и может улучшить нашим желанием Гирираджу Ковардану. Он может сохранить эту преследованию. Это изменило всех людей, и они способны к Гиририраджу Ковардану. И Говардану можно приплаживаться и получить принадлежность. Этот день только один грею, который отбросит мне ни одного и жизни, ни одного и греха. Ни одного греха или греха. Мы все знаем эту историю, каждый год рассказываем её о том, что Кришна смотрел, что делал пуджу для Индры, и Он остановил её, объясняя Нандю Махараджу о том, что её не нужно совершать. Потом все в Раджаваси поклоняются Гирираджа Кавардану, и Кришна сказал, что если кто-то зёрнышком Гирираджу предлагает, то он не будет ничем никогда нуждаться. А все эту историю знают, кто её не знает? Махараджи, эти люди не слышали историю. Да, кто историю? Так много историй, и все хотят уйти. Нет, нет нуждаться. Таким образом нужно разъезжаться. Все говорят, что теперь все идут и привезут эту Пенефиралия. Как это Алл-Праджаваси, привезут эту Пенефиралия, и они привезут Пенефиралия. Махараджи говорит, что сейчас будут раздавать тарелочки. Идите, возьмите тарелочки, и мы сейчас будем поклоняться Гирираджу Кавардану. Да, Харшнабхи. Да, Харшнабхи. Да, Харшнабхи. Да, Харшнабхи. Спасибо. Махараджи говорит, что вы помогали организовать эту встречу, этот праздник. Пенефиралия. Теперь идите к этой тарелочке. Еще не готовы? Надо тогда помочь приготовить и сразу раздать на фрукты. Кто принес фрукты, пожалуйста, объявитесь. Потому что, то есть они чистые вообще, они нету сих пор.